Привет! Начинаем это видео с фотографии детеныша полярной лисы. Хоть он в целом и выглядит невероятно мило, но его взгляд полностью соответствует суровым местам их обитания. Эта ситуация выглядит словно как какая-то головоломка, которую решить будет не каждому по силам. Вот сами подумайте над способом, как его теперь оттуда доставать. Многие люди знают о популярной карточной игре под названием Уно, но не все в курсе, что есть еще и похожая игра ДОС. Появление этой карты во время игры для остальных игроков было слишком неожиданным. И для Фактории, кстати, тоже. Когда думаешь о попугаях, то на ум приходят какие-нибудь красочные птицы. Но есть и такие виды, которые носят гордое название орлиный попугай или же попугай Дракула. Длинный коридор, у которого есть одна единственная цель. Он ведет вас к туалету. По-моему, не самое логичное использование помещения с такими параметрами. Чего вы точно не ожидаете увидеть на станции метро? Фактория знает ответ. Эпичный бой двух мышек у вас под ногами. Присылайте свои удивительные снимки по ссылкам в описании под видео. Раньше некоторые канализационные колодцы выглядели гораздо впечатляюще. Да и лестница для спуска вниз была у них намного удобнее, чем сейчас. Порой, чтобы показать, насколько плохие дороги у тебя в городе, нужно всего лишь встать в какую-нибудь яму и сделать фоточку. Мне ведь ни одному эта штуковина напоминает аниматроников из серии игр «Пять ночей с Фредди». Задумываешься об этом и сразу как-то не по себе становится. Служба по отлову диких животных смогла поймать поссума. И тот, как настоящий бунтарь, начал очень агрессивно вести себя внутри клетки. Даже если ваш кот – самое ласковое и дружелюбное животное на свете, то впечатление о нем сразу меняется на противоположное, когда он всего лишь зевнул, обнажив свои клыки. Игривая птичка, которая попалась в объектив фотоловушки. Она настолько позитивно выглядит, что даже не сразу замечаешь, что у нее нет одной лапки. Соревнования с участием собак и без того выглядят очень зрелищно. Но когда начинаешь рассматривать фотографии с этого мероприятия, то удивляешься еще сильнее. У вас ведь тоже сложилось впечатление, что сейчас в эту белку ударит какая-нибудь молния и облачит ее в супергеройский костюм? Насколько же эпичная у нее поза! Медгала – ежегодное мероприятие, на котором знаменитости появляются в своих самых эпатажных образах. В этом году музыкант Lil Nas X появился в таком виде. Эта птица явно осталась недовольной от того, что оказывается все это время ее снимали на скрытую камеру. От такого взгляда ничего хорошего ждать не стоит. Многие кошки ненавидят купаться и всеми силами стараются выбраться из водной ловушки. Но этот котейка настолько шокирован, что даже не может двигаться. Следующая схватка выглядит гораздо эпичнее той, что мы видели на просторах метрополитена. Хочется верить, что они всего лишь играют, как две большие кисы. Очень сложно себе представить пухленькую белку, особенно если у вас плохое воображение. Но не волнуйтесь, Фактория нашла одну такую красотку, выглядит еще милее обычной. Это всего лишь бутылка с водой для занятий спортом, ведь кому-то приходится каждый раз сталкиваться с этой шокированной физиономией, когда просто хочется попить. Спящая беременная львица выглядит максимально мило, но это еще не значит, что она становится менее опасным хищником. Скорее даже наоборот. Здесь произошла какая-то массовая неприятность, из-за чего краска начала вытекать из емкостей. Предлагаю оставить как есть и подождать. Получится красивый рисунок на земле. Не правда ли эта картина выглядит как-то сказочно? На самом деле в данном кадре происходит уборка одной музейной экспозиции. Да, эти горные козлы не живые. В этот раз в фотоловушку попалась птичка, к которой привыкли все городские жители. Но с такого ракурса вы голубей вряд ли разглядывали. Один уже взрослый фанат покемонов решил слепить из глины через арда. Никогда не поздно впасть в детство. Еще немного практики и фигурки будут выглядеть гораздо лучше. Еще один котейка зевнул перед камерой, и его хозяин в тот момент понял, что живет с очень опасным хищником. Опасным и пушистым. Если вам становится не по себе от вида даже крошечных насекомых, то такой жук точно вызовет настоящую панику. Кто осмелился бы его взять на руки? Сегодня у нас прямо подборка зевающих котеек. Но что поделать, если один получается на фотографии краше другого? Когда этот белый собакин увидел, что фотографируют его друзей, то решил, что именно он должен стать главным героем этого кадра. И ему удалось это сделать. Ну что за грация? Морская игуана – это живое доказательство, что на нашей планете все еще обитают динозавры. Пусть даже не такие большие, как раньше. Птенец совы в этот момент находится в культурном шоке от происходящего, и его, в принципе, можно понять. Сняли что-то похожее? Присылайте мне свои фото. Гигантская скульптура руки на здании в Новой Зеландии. У кого-нибудь есть предположение, что она могла бы означать? Не просто же так смотрит на всех свысока? Этот снимок был сделан во время выступления группы поддержки. Чирлидеры доказывают, что некоторые люди все-таки умеют летать. Нужно лишь немного потренироваться. Для съемок этой рыжеватой калибри была подобрана идеальная локация. Даже не знаешь, что разглядывать в первую очередь – саму птицу или задний план. Коты – настолько грациозные животные, что им даже и стараться особо не нужно, чтобы отлично получаться на фотографиях. Хотелось бы позаимствовать эту суперспособность. В этот самый момент понимаешь, что на сегодня все прогулки на свежем воздухе откладываются. У этого полярного мишки явно недобрые намерения. Так что лучше мы перейдем к чему-нибудь позитивному и умиротворенному. Капибары просто идеально подходят для таких случаев, они умеют брать от этой жизни все. Если обычные скульптуры у вас не вызывают бурю эмоций, то пора переходить на следующий этап. В подводных музеях их разглядывать гораздо интереснее. Кто-то коллекционирует монеты, кто-то марки. А автор этой фотографии собирает разноцветные канистры. И, если честно, они выглядят даже как-то психоделично. Чтобы вылазки на природу становились еще веселее, берите своих питомцев с собой. Но только не забывайте, что им тоже требуются собственные небольшие палатки для сна. Мне ведь ни одному кажется, что этот жизнерадостный гриб в этот момент нас приветствует. Его мы точно срывать не будем. Пусть дальше тут живет и встречает прохожих. Что необычного на этой фотографии, спросите вы? То, что перед вами два школьных учителя. Они ведь тоже люди и точно так же, как и все, любят немного подурачиться. Этот унитаз с Халком выглядит как произведение искусства. Но пользоваться им не очень хочется. Только полюбоваться и найти какой-нибудь обычный туалет. Не знаю, на что уставилась эта кошка, но она будто бы дразнит своего оппонента в ответ, слегка высунув язык. Зачем вам смотреть боевики с многомиллионным бюджетом, если в дикой природе происходят сцены, которые по своей эпичности и драматичности превосходят их в разы? Просто идеальное место для кошачьего гамака. Можно весь день валяться под солнышком и ждать той прекрасной минуты, когда тебя соизволят покормить. Кубические деревья у тебя будут каждый раз вызывать восторг, даже если ты проходишь по этому маршруту ежедневно. И даже в Майнкрафт заходить не нужно. Это всего лишь сломанный лист фанеры. Но фантазия отчетливо рисует тебе какую-то просторную сцену с горным пейзажем. Фантазия для того и нужна, чтобы приукрашивать скучную обыденность. На самом деле этот котейка лежит в ванне, а не стоит. Но у него такая поза, что я так и вижу, будто сейчас он начнет умело отбиваться от своих врагов. Еще один пухлый грызун попался в объективы камеры. Такая мышка уже не в каждую щель может пробраться. Кажется, она нашла где-то очень хорошую кормушку. Вроде бы, да, кажется, что орел настолько грозная птица, что с ней не захотят сталкиваться остальные пернатые. Но чайки думают совершенно иначе. Особенно, если их сразу несколько. Рыбы могут смотреть на тебя настолько завораживающим взглядом, что кот в сапогах будет отдыхать где-то в сторонке. Не обязательно быть пушистой милахой, чтобы завоевать сердечко человека. Если бы у котов были челки, то они бы выглядели еще забавней. Но этому питомцу явно уже надоело, что хозяйка постоянно экспериментирует с его внешностью. Хоть нам и удалось уже давно приручить кошек, но их инстинкты дают знать о себе. Они все так же любят скрываться где-нибудь высоко на дереве и выслеживать свою добычу. Да что вы знаете о тяжелой работе? Ему нельзя отлучиться от своего поста, даже несмотря на тот факт, что весь город затопило. Мужчина все так же продолжает стоять с грозным видом. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!